Здравствуйте, друзья! Продолжаем о силах души. Как можно говорить о силах, без того, чтобы хотя бы чуть-чуть упомянуть о свойствах, качествах этой штуки? Ну, что такое душа? Ну, во-первых, это часть Всевышнего. Это духовная субстанция, то есть это что-то, у которого нет физических качеств. Насоединена со всей информацией, с вечностью, там, где нет времени. И, возможно, самое главное, что мы можем сделать, это понять один раз и потом вспоминать то, что она есть. Тогда, возможно, это нам поможет как-то по-другому относиться к нашим сейминутным каким-то переживаниям. То есть, когда мы вспоминаем, то мы не физические существа, которых иногда есть какие-то духовные переживания, а мы — духовные существа, которые находимся в физическом мире, и это самая главная наша сущность, вечная. Тогда мы, может быть, если мы, во-первых, это осознаем, во-вторых, захотим как-то об этом больше узнать, и, в-третьих, будем вспоминать об этом почаще, может быть, сейминутные переживания как-то будут легче восприниматься. И если мы попросим, если захотим соединиться с этой субстанцией, может быть, мы как-то получим ответы. Вот это вот клише, которое говорят, что все ответы в нас, ну, это правда, потому что все ответы, если у нас есть душа, то все ответы есть у нас. Но вопрос тогда такой, как соединиться с этим? Потому что у тела тоже есть свой интеллект, тело тоже что-то хочет, оно голодное, оно холодное и так далее. И, конечно, есть потребности в этом мире, которые надо осуществлять. Но вот тут вот мы опять приходим к этому потрясающему феномену иудаизма. Соединить две несоединимые вещи — духовное, физическое, временное и безвременное. Вот в этом есть фокус. Всего самого хорошего.